ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ЭЛЕМЕНТЫ РЕКЛАМЫ Доброе утро вторника, наши дорогие Игорь, еще любимые, здравствуйте! Доброе утро! И если у вас такие же выпученные глаза, как у меня, от осознания, что октябрь уже здесь... В смысле октябрь? Да! Первое октябрь? Да, то надо же с этим что-то сделать. Я же человеку, который в август до сих пор. Да, я вообще, если честно, то последние три года или даже четыре, я считаю, что их нельзя засчитывать в паспорте. Потому что очень много было событий, которые... Да, вот так. И во-вторых, как будто время ускорилось. Что такое уже 1 октября 2024 года? Что происходит? Объясню. Надо уметь замедляться. Это точно. Для этого надо, как говорят, заземляться. Хотя у каждого свои способы, но хотя бы раз в день выйти на улочку, взять чашечку кофе и... Разуться. И хотя бы... Не обязательно разуться. 10 минут просто посидеть, попить кофе так, чтобы удовольствие пришло. Не факт, что у вас первый раз получится. Не факт, что 10 минут вам для этого хватит. Но надо хотя бы попробовать. И вы, как-то наблюдая за тем, как ветерочек листочки колышет, как птичка пролетает красиво мимо вас, как-то для вас все постепенно замедлится. А вот для того, чтобы этот ритуал стал еще приятнее... Не-не-не-не, подожди. Это же не все. Как не? Поэтому это еще не все. Нет. Есть еще несколько важных факторов. Так. Я уже многократно рассказывал, что время в детстве нам казалось очень медленным, так считают ученые, из-за того, что каждый наш выход на улицу – это была череда глобальных открытий. Уа, трава зеленая! Уа, небо голубое! Уа, какая божья коробка! Уау, какие у ежика пяточки! То с возрастом таких событий становится меньше. И именно поэтому надо постоянно придумывать какие-то методы, удивиться. Тогда это остается в нашей памяти, и тогда время для нас с вами течет медленнее. Ну, поэтому и говорят, что путешествия удлиняют жизнь. Но это не самый доступный способ на самом деле удлинить себе жизнь. Согласен. Есть способ доступнее. Кстати, тоже ученые говорят, что больше всего эндорфинов в нашу кровь выбрасывается при прослушивании незнакомой нам музыки. Вот если эта музыка нам нравится, то мы получаем от нее больше удовольствия, чем от прослушивания знакомой музыки, которая тоже нравится. В общем, вы знаете, что сейчас будет в эфире. Именно то, что немножко поднимет ваши эндорфины, так сказать. Приятного прослушивания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это все заставляет нас подумать, а все ли мы делаем правильно. Ну, насколько я знаю, что часть этого процесса зависит от того, какие у тебя гены, а часть этого процесса зависит от того, что ты с собой делаешь по жизни. Как пытаешься, спишь ли нормальное количество времени и, в принципе, ведешь ли физическую активность какую-то. Да, больше того от многих привычек зависит, кстати, и мужская составляющая, если вы понимаете, о чем я. Да, ведь есть такая фраза «главное, ребята, перцем не стареть». Или она как-то по-другому звучала? Не знаю. Не знаешь, да? Нет. В общем, о вредных привычках. Стремление к мультизадачности. Если ваш список дел никогда не уменьшается, стресс от чрезмерной активности может отравлять тело. Люди думают, что мультизадачность – это хорошо, но на самом деле вы ничего не доводите до конца, а просто создаете больше стресса. Исследования подтвердили, что хронический стресс приводит к высвобождению свободных радикалов. Это влияет на процесс старения. Специалисты советуют сосредоточиться на одном задании, а как только завершите его, двигайтесь дальше. Регулярные телемарафоны. Провести весь день за любимым сериалом – это одно. А вот ежедневный просмотр кино уже чреват проблемами со здоровьем. Игнорирование крема вокруг глаз. Даже элементарный уход за кожей должен включать хороший крем для глаз. Он предотвращает появление морщин. Кожа вокруг глаз очень тонкая, и на ней быстрее появляются признаки старения. Увлажнение этого участка остановит старение лица на несколько лет. Наиболее эффективны – кремы с содержанием витамина А, увлажняющих компонентов, антиоксидантов, гиалуроновой кислоты и витамина С. Такие средства способствуют образованию коллагена и эластина, что поддерживает упругость кожи и предотвращает появление морщин. Ультрафиолет. Ускорить старение организма может как избыток ультрафиолета, так и его нехватка. В очередной раз просиживая весь день дома, вспомните, что дефицит витамина D негативно сказывается на вашем внешнем виде. Не беречь руки от холода. Возраст выдают руки. Если не ухаживать за ними, появляется пигментация, шелушение, кожа грубеет. Перчатки и варежки оберегают руки в холодное время года. Часто тереть в глаза. Такая привычка приводит к тому, что нежная кожа вокруг глаз начинает растягиваться. Это может спровоцировать появление мешков под глазами и мелких морщин. Использование дешевых контейнеров. Глобально привычку экономить можно отнести к полезным жизненным навыкам. Но важно придерживаться золотого правила. На здоровье экономить нельзя. Знаете ли вы, что некачественные пластиковые контейнеры могут заражать продукты синтетическим эстрогеном, который вызывает возникновение вредного жира? Обязательное правило – держать пластиковые контейнеры вдали от солнечных лучей. Доверяйте только проверенным маркам и в данном случае не гонитесь за дешевизной. Субтитры создавал DimaTorzok Уже тело подсказывает, что пора остановиться. Да, не хотелось, чтобы это воспринималось именно так, но тем не менее. Давайте тогда о чем-то легком поговорим, позитивном. Итак, с тех пор, как появилась теория существования голубых зон на Земле, то есть голубые зоны – это такие места, где люди живут в среднем в районе 100 лет. Ну, Тибет, например. Да, Япония. Там есть несколько точек, где огромное количество долгожителей. Кавказский регион, Корций. Согласна. Да. Ученые пытаются разгадать секреты успеха этих регионов. И в процессе разгадки они пришли к выводу, что все это неправда. Да, в смысле? Написано другими словами, но все это неправда. Хорошо там, где нас нет. Вот еще что они добавили. И при этом мы не можем игнорировать факты, что долгожители в определенных странах все-таки существуют. И с чем это связано – тоже большой вопрос. С экологией, с физическими нагрузками, с образом жизни в целом, с питанием, что тоже немаловажно. Есть еще момент. Вот люди, которые в горах живут, есть статистика, или, по крайней мере, я где-то это слышал, что они живут дольше. Потому что воздух другой. Почему? Кислорода меньше. Кислород наш друг, и при этом кислород наш враг. Вот. И когда чуть-чуть меньшее содержание кислорода в воздухе, это хорошо, оказывается, для организма? Наверное. Хотелось бы жить долго и при этом не абстрагироваться как-то от социальной какой-то истории и не жить в горах. Потому что частью социума себя хочется жить. Я помню, когда нам говорили на уроках литературы, лучше 30 лет прожить соколом, чем 300 вороном. Я тебе скажу, прожив 30, помирать совсем не хочется. Ну, потому что иногда кажется, что жизнь только начинается. Вот. И впереди еще очень много всего. Да. Да. Курьезного в том числе. Вот о курьезах. Давайте прямо сейчас предоставим слово Максиму Ли. Мужчина закопал свою машину, чтобы не платить кредит. В Пермском крае местный житель попытался таким оригинальным способом спрятать от пристава в свое авто. Но, хоть пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло. Авто все равно нашли. Как рассказали инспекторы, житель Краснокамска задолжал по кредитам 160 тысяч рублей. Это чуть более 30 тысяч леев. Так как мужчина не вносил деньги по кредиту, его обязали передать сотрудникам ведомства автомобиль Митсубиси для дальнейшей реализации. Но Пермяк отказался делать это добровольно. Тогда приставы начали розыски на марки. Для начала они установили, что транспортное средство не используется. После чего начали осматривать дворы домов около места жительства нарушителя. В ходе очередной проверки территории, прилегающей к дому должника, судебный пристав обратил внимание на огромную кучу чернозема. Особое подозрение вызвали ее очертания. Раскидав землю, сотрудник ведомства обнаружил тщательно замаскированное транспортное средство, рассказали в ведомстве. После сверки номеров приставы установили, что нашли разыскиваемое авто. Если его владелец не погасит задолженность перед банком, приставы отдадут транспортное средство на реализацию. Так сказать, из-под земли достали. Визажист из Сьерра-Леона установила мировой рекорд, сделав за 24 часа 111 макияжей. 26-летняя Мэри Йонгай побила рекорд 19-летней давности. Тогда индонезийка Марта Тилаар накрасила 96 людей. Чтобы попасть в книгу рекордов, Мэри нужно было сделать макияж по специальным правилам. Каждый мейкап выполнялся с использованием основы, консилера, румян или бронзатора, теней не менее двух цветов, подводки для глаз, туши, губной помады или блеска для губ, подводки для губ и прессованной или рассыпчатой пудры в завершение. Мэри составила себе цель в виде 100 работ за сутки, но смогла превзойти отметку. За 24 часа визажист сделала всего один перерыв на 20 минут. Она ничего не ела и не пользовалась туалетом, а также не пила кофе и энергетические напитки. В качестве подготовки к мейкап-марафону Мэри тренировалась на сестрах и знакомых. Шетлендские пони-терапевты путешествуют по всей Великобритании, радуя своими неожиданными визитами больных, жителей домов престарелых и школьников. Трогательные видео с участием миниатюрных лошадок недавно стали набирать большую популярность. Владелица шести лошадок Сара Вудленд всю жизнь занималась верховой ездой, а в 2021 году сформировала команду терапевтических пони, базирующуюся в Оксфордшире. Сперва животные посещали детские праздники на открытом воздухе. Однако Вудленд решила, что этого мало, и вскоре связалась с несколькими домами престарелых, чтобы узнать, не хотят ли их жильцы познакомиться с очаровательными лошадками. Реакция жителей одного из первых домов престарелых, в которые приехали пони, по словам Вудленд, была ошеломляющей. После этого женщину регулярно стали заваливать просьбами о встрече с командой ее терапевтов. Сейчас лошадки ездят уже не только в дома престарелых, но и в школы и местные больницы. Вудленд рассказала, что большинство жителей невероятно рады встречам с необычными домашними животными. Люди говорят, что животные – их лучшие друзья, и эти животные понимают, кому нужна их поддержка. «Это одна из причин, по которой я решила все это организовать», – рассказывает Вудленд. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Вот я не знаю, слышно вам было сейчас или нет, но я четко слышал, как у Стеллы животик курчал. Какой у тебя слух хороший. Хороший слух, да. Я иногда даже слышу то, чего другие не слышат. И вижу то, чего другие не видят. А с этим уже надо к психиатру. С этим пока что все в порядке. Так, ну-ка, давай, признавайся, чем завтракала сегодня? Не завтракала сегодня опять. Опять? А то мне, да, я опять проспала. Что-то происходит очень странное. По осени я начинаю очень крепко спать. При том, при том, что ложусь я нормально, даже до полуночи, а утром меня, не знаю… Витаминчиков тебе уже не хватает. Не разбудишь ничем абсолютно. А знаешь, почему тебе витаминчиков не хватает? Почему? Потому что твой базовый набор продуктов, видимо, не совсем-то правильный. Да, скорее всего, действительно это так. Поэтому вот на это надо обратить внимание. Едите ли вы по утрам, и что вы едите, и про все остальные приемы пищи тоже не забывайте. А еще очень важно, чтобы пища приносила вам не только витамины, но и радость. Потому что иногда что-нибудь вкусненькое все равно съесть надо. Но иногда. В общем, вкусные завтраки в нашем эфире в исполнении Михаила Цуркана. Доброе-доброе утро, конечно, дорогие друзья. Сегодня у нас будет самый сытный завтрак. Те, кто тратит энергию очень много, неважно, в школе, в университете или на работе. Самое главное, что вы с нами, потому что сегодня мы будем готовить настоящие вкусные мини-бугеры. Вот для этого нам понадобятся, посмотрите, такие вот замечательные булочки. Они сразу продаются. Если нет, конечно, желательно все-таки взять бургерные булочки, потому что в них как бы весь, так сказать, смак. Объясню почему. Потому что любое блюдо, которое вы готовите с тестом, я вам скажу сразу же, фишка в самом тесте. То есть наверняка вы видели одни и те же ингредиенты, к примеру, там в пиццах, да, или в те же самых бургерах. Но что-то вас не устраивало, думаю, у вас как-то, ну, как-то по-другому, что ли, все звучало. Так вот здесь вот та же самая история. Здесь мы берем готовые цельные булочки, которые вот таким вот образом очень легко отрезаются, потому что они практически здесь располовиненные, да. То есть это вот только легкое прикосновение ножа, и, в принципе, у вас сама рука приведет к желаемому результату. Вот, посмотрите, видите, они даже немножко надрезаны, потому что в этом плане уже изготовители этих булочек позаботились о вашем времени. Тут самое главное не перепутать потом, где у нас шляпка, а где у нас основа, потому что в этом и есть вся сила бургера. Давайте складывать что? Сюда тогда шляпки, а основу тогда вперед. То же самое сейчас делаю на второй доске, чтобы было все очень удобно. Вот так вот и вот так вот. Здесь тогда сразу тоже таким вот образом разложу эти булочки. Да, кто-то скажет, что бургер – это не наша еда. На самом деле, если правильно к нему отнестись и сделать все из абсолютно натуральных ингредиентов, ну, может быть, чуть-чуть с добавлением вот этих вот вреднюшечек, это майонез и кетчуп. Ну, кетчуп – это глюкоза, майонез, в принципе, там есть достаточно полезные жиры. Вот, поэтому мы, ну, не так, я думаю, сильно будем обижаться на майонез в данном случае. Так, и берем сразу же готовое куриное филе. Мы должны из него сделать фаршик, поэтому сейчас попробуем это все протолкнуть. А мне кажется, что даже это все не залезет. Мы быстренько здесь его тоже располовиним. Вот, и увидите, что у нас фаршик абсолютно натуральный, без каких-либо добавок. Отправляется это все в этот чудо-агрегат Бош. Для тех, кто смотрит наши завтраки с самых первых, так сказать, минут, понимает, что буквально 3 секунды, посмотрите, у меня прям аж уходит куриное филе и тает просто на моих глазах. Уходит именно сюда, барабан его поглощает, и мы получаем готовый куриный фарш. Но это еще не все. Пока работает этот агрегат, тут же половинем лук. И мы сейчас сюда же запустим и нашу луковицу. Смотрю, что горлышко у нас не такое широкое. Сейчас все будет, сейчас все будет шикарно. Посмотрите просто, как это классно сейчас будет происходить. Лук тоже можно пустить через мясорубку. Так, оп. И лучок нам выходит как раз то, что нужно, друзья. То, что нужно. Отлично. Все, я выключаю этот агрегат. И посмотрите, что я делаю. Одним простым нажатием, да. Я сейчас его откидываю в сторону. Вот сейчас он мне не нужен. И все, у меня теперь готов второй мой агрегат, который поможет нам наслассировать огурцы. И немножко, я так думаю, даже болгарского перца. Что мы сюда добавляем? Мы сюда добавляем соль, перец. Давайте. Нам нужно мясо обязательно чуть-чуть подсолить. Чуть-чуть. Хотя, на самом деле, сейчас смотрите на качество вашей соли. И смотрите на то, что у вас, что вы покупаете. Потому что есть иногда соль, которая прям приходится ложками ложить. Она практически не чувствуется. А есть соль, которая буквально чуть-чуть. И все. И как будто уже пересолил. Сюда же мы добавляем буквально чуть-чуть горчички. Ну, чуть-чуть это вот, посмотрите, столовая ложка с горочкой, да? Прямо вот сюда. Прямо вот сюда. Так. Есть. И это все начинаем перемешивать. Честно говоря, это не занимает так много времени, как вам кажется, с утра. Конечно, это может быть чуть-чуть дольше, чем та же самая простая яичница. Но ваши домочадцы, поверьте, будут очень-очень рады вот этому вкуснейшему блюду. Потому что здесь аромат уже вот этой консистенции. Можно, в принципе, не баловаться дальше абсолютно ничем. Так. Я дальше что делаю? Я включаю плиту Бош буквально одним нажатием. Посмотрите, даже через перчатки у меня в данном случае удобно и легко получается ее включить на разогрев. И быстренько берем и майонезом смазываем все наши булочки. Звучит так, да, с утра? И майонезом смазываем все наши булочки. Да, пока у нас разогревается сковорода. Объясню, почему не на сливочном масле. Потому что если у вас говяжья котлета, здесь есть такой небольшой лайфхак. Если у вас котлета все-таки из говяжьего фарша, да, тогда рекомендуется поджарить булочки на сливочном масле. Потому что это самое топовое сочетание мяса говядины и сливочного масла. То есть плотные накаченные говяжьи мышцы в сочетании со сливочным маслом, ну, скажем, будут удобнее и комфортнее перевариваться у вас. Это первое. Второе. Для курицы, конечно, подходит в данном случае майонез. Потому что курица и сливочное масло, ну, как будто не так сочетаются. А вот если вы помните, то у нас все салаты оливье, где у нас есть отваренная курочка или какие-то еще там экзотические салаты, в которых принимают участие в том числе там и ананасы. В общем, там, где есть курица, обязательно где-то присутствует майонез. Объяснение очень простое. Все в кулинарии так же гармонирует, как и в музыке. Объясняю, да. То есть курица что несет? Радость, да. Курица несет яйца. А майонез из чего делается, друзья? Из яиц. Вот вам, пожалуйста, и ответ на самый простой вопрос. Поэтому мы даже когда просто маринуем курицу или шашлычок делаем, мы ее тоже маринуем в майонезе чаще всего или с его добавлением. Вот поэтому мы сейчас каждую сторону булочки должны быстренько намазать именно вот этим чудесным соусом, который, честно говоря, был придуман не только для усиления вкуса. В нем есть определенная польза, если вы его сделаете домашним. На основе чего? Той же самой горчицы, тех же самых желтков яичных и оливкового масла. Вот это все можно взбить блендером и получить вот такую вот вкусную массу, скажем, натурального соуса. То есть если вы доверяете магазинным производителям, то как бы вообще в этом плане welcome. Так, булочки у нас намазаны, здесь все отлично. Теперь давайте формировать котлетки и, что очень важно, мы эти котлетки, друзья, сейчас будем выкладывать на сухую сковородку без добавления абсолютно чего-либо. Почему? Потому что здесь есть жир сам, да, в этой курочке, который должен немножко вот растопиться, поэтому это что-то должно быть такое вот усредненное, да. Я попробую сейчас сделать котлетку побольше. Очень хочется, чтобы она просто зафиксировалась и, ну, не разваливалась, знаете, из-за своей мягкости. Все-таки хочется вот сделать ее такой достаточно плотной. Вот. Если вы это делаете не в перчатках, рекомендую рядышком иметь миску с водичкой, чтобы можно было, если что, руки споласкивать в воде. И тогда у вас не будет, не будет прилипать мясо, не будет вот этого такого, ну, скажем, суперлипкого контакта. Вот эта котлетка пока идет еще больше, чем предыдущие. Вот. Мы сейчас ее тоже сюда водрузим. Это маленькое, это для деток, а это уже постарше, для больших членов семьи, да. Вот. Я не зря зарядил сейчас технику Бош, потому что в данном случае это, как всегда, мои самые неотъемлемые помощники. Бош Сименс, отныне коллаборация двух сильнейших монстров в бытовой технике. Так, быстренько ее чуть-чуть направим. Эту можем сюда сдвинуть. Эту чуть-чуть приплюснуть, чтобы она быстрее обжарилась и быстрее схватилась. Вот. Они вот так вот будут схватываться на ваших глазах и получатся румяными и красивыми. Вот. Вот это молодец котлеточка. И это сейчас будет молодец. И эту мы еще ждем, и эту мы еще ждем. О чем я говорил, что размер здесь имеет значение. Дальше мы берем этот аппарат. Берем нашу классную прозрачную миску, чтобы вам было все видно, как это все работает. И просто, просто, друзья, отрезая лишнее. Ну, я считаю, что сама вот эта вот корневая часть, она не очень нам нужна. Вот. И закидываем сюда же. Посмотрите. Какие у нас классные, сочные дольки огурцов получаются. Я думаю, что этих огурцов нам будет достаточно. Теперь давайте быстренько таким же образом я очищу болгарский перец от плодоножки. И так же мы его наслайсируем благодаря вот этой чудесной технике Бош. Внимание. Сейчас вылетит птичка. Погнали. Есть. Отлично. Единственное, что придется поработать руками, это нарезать кольца лука и томаты. Так, здесь у нас котлетки отлично. Посмотрите, ни единого капли, ни одной капли масла или еще чего-либо. Даже эта котлетка, которая у нас чуть-чуть покапризничала, она уже немножко формируется иначе. И красиво сейчас румянится на нашей плите. Есть. Хорошо. Есть, есть, есть. Хорошо. Поджаривается. Пока не поджаривается, мы, естественно, нарезаем наши дальше томаты. Убираем эту же плодоножку. Здесь чуть-чуть сделаю себе пространство побольше на этой доске. И нам они, как вы понимаете, нужны лучше всего кружочками. Первая часть не подходит нам. А вот дальше, пожалуйста, чем тоньше, тем, конечно, вам потом вкуснее будет это все употреблять. И для этого, опять же, хорошо подходят любые острые ножи. Вот я сейчас нарежу буквально их сколько у нас. Шесть булочек. Ну, на всякий случай пусть будет еще один слайс. Еще один кусочек. Так. Лучок. Лучок пойдет сверху потом на котлетку. Кажется вначале, что это что-то термоядерное, друзья, но нет. Это прям вкуснятина вкуснейшая. Говорят в народе, что именно лук затупляет ножи. Поэтому, если вы действительно много режете лука, то рекомендуем вам чаще натачивать ножи. Потому что, в принципе, острый нож – это прям благодарность любого шеф-повара или хозяйки, или хозяина, то есть кто у вас дома готовит. Так. Есть. Я думаю, что здесь этих колец лука тоже нам вполне будет достаточно. У нас есть еще один ингредиент – это лист салата. Но для листа салата еще время не наступило. Так. Хорошо. Уплотняются наши котлетки. Отлично. Вот она. Вот она. Румяная, красивая. На праздник к нам пришла. В это время пока еще здесь идут процессы, дорогие друзья. Я включаю вот даже вот такие вот нажатием пальца удивительную кофемашину «Сименс», которая в данном случае обладает целой гаммой и выбором кофейных напитков. И напоминаю, «Бош Сименс» – отныне коллаборация двух замечательных брендов, которые сегодня в том числе помогают нам готовить эти чудесные, замечательные бургеры. Так, у нас нижняя часть намазана. Что мы можем уже выкладывать на нижнюю часть? Мы можем выкладывать, внимание, огурцы. И это сделаем быстро, пока готовится кофе. Так. Огурцы. Погнали. Даже предлагаю уже сразу выкладывать сюда наше полуготовое изделие. Отлично. На плите «Бош», как вы видите, это абсолютно не мешает всем процессам. Абсолютно. Наоборот, даже очень удобно, что у тебя все под рукой и все находится в пределах техники безопасности. Так. Еще три основы для наших еще одних бургеров. Семья большая, уверен. Даже можно вам брать их с собой, если хотите, в холодными. То есть вечером, не знаю, может быть, после тренировки. Вполне абсолютно натуральная история. Вот даже булочки, я уверен, здесь не такие суперкалорийные, как кажется, да? То есть они на самом деле очень даже хорошо выглядят. Так. Эту котлеточку я переверну. Эту котлеточку я тоже переверну, чтобы она подрумянилась еще больше. Отлично, отлично, отлично. Работаем. Работаем, девочки. Вот одна котлетка уже готова. Так, дальше что мы делаем? Мы чуть-чуть буквально закидываем пару таких тоненьких, видите, истории перца. Они нам здесь очень нужны. Витамин С. Да и вообще, как бы, любые овощи, которые едятся с мясом, стимулируют хорошую работу вашего желудочно-кишечного тракта. И это не будет таким, знаете, как камнем в желудок упало. И все. И там и пропало. Вот теперь, друзья, мы можем уже выкладывать наши котлетки. Я возьму вот эту вот первую румяную. Выкладываем котлеточку. Это тоже у нас готово, поверьте мне. Выкладываем котлеточку. Эти мы еще чуть-чуть оставим быстренько доготовиться. Вот они как здесь прыгают и скачут, друзья. Вот, вот, это уже румяная сторона. Она мне очень-очень нравится. Предлагаю даже легким нажатием руки сейчас повысить температуру до восьми. Потому что сейчас сверху на это мяско мы должны будем выложить чуть-чуть буквально кетчупа. Поверьте, это потом зазвучит очень вкусно у вас. Очень вкусно. Очень вкусно, я вас уверяю. Листья салатика, желательно айсберг. Так, листья салата всегда рвутся руками. Абсолютно всегда. Вот, нам такие большие листы не нужны. То есть мы их же разрываем на более мелкие, чтобы, опять же, и хлорофилл, и энергия, и молодость, и здоровье вам сопутствовали. Так. Оп. И я вижу, что внутри, посмотрите, все готово. Отлично, отлично прожарилась котлетка. Супер-пупер. Здесь делаем то же самое, чтобы все могли вкусить этого замечательного блюда. Вот она, вот она, румяная наша красавица. Так. Дальше что, что, что? Кетчуп. Кетчуп. Есть. 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 Отлично. Листья салата. Погнали. Есть. Это я тоже уже отставляю в сторону, чтобы вам было видно. Так. Есть. Листья салата. Нарываем. Нарываем. Сколько нам хочется вообще. Вот прям хочется много листьев салата. Нам кажется, что этот бургер вредный. Нарываем больше. Так. Окей. Есть. Есть. И еще один. Давай вот эти как раз кусочки. нам помогут. Супер. Что? Правильно, друзья. Дальше мы кладем кольца лука. Он будет хрустеть, но он поддаст пикантности и свежести этому блюду. Вот так. И вот так. Помидорки. Вот так. И вот так. Свежайшие томаты, поверьте, на нем заиграют своей сочность. О, боже мой. Держитесь там перед камерами. Впервые мы в наших завтраках на самом деле настолько быстро приготовили вот такое вот, казалось бы, сложное блюдо. Что, скажете, не хватает? Правильно. Закрываем и оп, и оп, и оп, и оп. Три, два, один. Кофе готово, блюдо готово. Приятного аппетита! Данный материал содержит элементы рекламы. Доброе утро, наши дорогие и горячие любимые. Сегодня давайте поговорим о том, что у нас интересного в медицине происходит. Я думаю, обсудить нам точно есть что. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления здравоохранения и премарии Кишинева Владимир Балакан. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, начнем с базы. Давайте. Давайте с общего. Как у нас дела со здравоохранением? Ну, у нас дела со здравоохранением и хорошо. Вот на этой неделе, в понедельник, мы закрыли отделение ковида, которое открыли в августе. Для чего мы открывали в августе это отделение? Этого года. Да. Это как раз для того, чтобы предотвратить распространение ковида в городе. Потому что прогнозы были, что на август-сентябрь будет совпадение двух инфекционных заболеваний. Это идет речь о диарее, о кишечных заболеваниях и речь идет о ковиде. И для того, чтобы это все не создавало дополнительные вопросы по поводу коек, какого пациента куда ставить, как все это изолировать, мы сделали отдельное отделение для ковида. Вот в этом отделении были размещены только пациенты с ковидом и уже с острыми диарейными заболеваниями. Они шли уже в инфекционную больницу, либо в детскую инфекционную больницу. Простите, пожалуйста, я тут не могу не пошутить. Хорошо, что разделили, потому что кашлять при диарее опасно. Шутка хорошая, да. Врачи тоже иногда любят шутить таким образом. И благодаря этим заранее продуманным мерам сейчас у нас ковид на спаде. Поэтому те все опасения или другого рода новости, которые появляются на разных платформах, хочу заверить людей, что мы постоянно следим за этим, мы постоянно предпринимаем меры. И, конечно же, всегда на чеку для того, чтобы предотвратить какого-то рода коллапс, который может появиться из-за одной или другой патологии. А благодаря чему, извини, пожалуйста, в этот раз, учитывая, что ковид так резко поднял голову снова, получилось все это так резко приостановить? Ну, опять же, мы научились, во-первых, как нужно правильно обращаться с ковидом. Врачи уже набили себе руку, как правильно лечить разной категории сложности ковид. И, конечно же, благодаря этому мы точечно знаем, как при определенных ситуациях работать и вести себя. И в этом случае у нас получается, что очень правильно направляли пациентов для того, чтобы сам ковид не распространялся и для того, чтобы не перегружать определенные больницы. Вот раз вы затронули тему ковида, есть у меня штук 20 вопросов, задам только 3. Давайте. Начнем сначала. Сейчас пошла такая волна, что люди, которые работают в системе здравоохранения, начали говорить о том, что протоколы лечения ковида с самого начала были довольно неправильные. И это привело к довольно большому количеству летальных исходов. Это так или нет? Давайте скажем таким, отвечу в еврейском стиле на ваш вопрос. Во-первых, мы не можем говорить на тот момент, мы не могли знать, что правильно, что неправильно, потому что ковид это было неизвестное. Да, да, да. Это однозначно. И вот узнать значение неизвестное, если уже судить математически, конечно, ты должен знать алгоритм решения задачи для того, чтобы узнать эту неизвестное. Вот когда уже узнали, что это за неизвестное, как с ней обращаться, тогда уже врачи знали точно, как себя вести в определенных ситуациях. И мы уже в 2024 году уже в курсе того, как нужно себя вести, когда есть определенные сигналы про то, что ковид либо поднимает голову, как вы говорили, либо идет на спад. То есть судить сейчас мы можем многое. Да, это, знаете, мы можем сказать, что в античности неправильно лечили, не знаю, пневмонию. Это тот же самый принцип. То есть на тот момент, как могли, так и лечить. То есть на тот момент было лучшее решение. И я уверен, что все мои коллеги, которые были вовлечены, они всегда старались принимать лучшее решение с их точки зрения и лучшее решение для пациента. Вот сейчас, оглядываясь на пандемию ковида, как вы считаете, не была ли, скажем так, не был ли этот чертик намалеван слишком ярко? Я другое скажу. Может, мы чертиков молюем каждый день, но если бы мы что-то не доглядели. Знаете, все-таки опасения вначале были правильными. И вот как раз правильное ведение себя в начале пандемии и потом соблюдение всех мер предосторожности определенный промежуток времени привели к очень хорошим результатам. И это, конечно же, все достигается только благодаря совместной работе между врачами, обществом, там, opinion leaders и так далее. То есть мы должны понимать, что когда нам, вот мы когда, иногда мы воюем с каким-то воображаемым врагом, да, мы не знаем, с чем воюем. А тут мы реально знали, с чем воюем. И говорить о том, что этого зла нету, это было нонсенс. У нас зло было, оно было опасным, и поэтому с ним нужно было бороться. И для этого нам нужно было всех соединить, чтобы как можно быстрее это зло остановить. Слава Богу, удалось. И, слава Богу, сейчас мы можем радоваться дальше той же жизнью, которая была до ковида. Я, к примеру, уже даже забыл о этой эре, которая называлась «эра ковида». Честно говоря, мне повезло. Мое заболевание ковидом длилось ровно 40 минут. У меня супруга заболела, на пятый день я чувствую, растет температура, таблетка парацетамола, пропотел, на этом все закончилось. Фу-фу-фу, мне это далось очень легко. Как вы считаете, последующие, то есть, ну, по-любому ковид в каком-то проценте все-таки еще существует. Происходят разные его мутации и так далее. Как вы считаете, они будут дальше все легче, легче и легче? Я другое скажу, как и грипп, да, я немножко уйду в историю, все помнят, ну, я не знаю, помнят. Многие слышали о испанке. Тогда испанка создала огромнейшие проблемы. Можно сказать, что что-то наподобие того, что сделал ковид. Почему? Потому что на то время люди не знали, как с этим бороться. Мы, слава богу, научились уже с гриппом бороться. У нас уже и вакцина от гриппа есть. Кстати, рекомендую всем вакцинироваться. В городе около 90 тысяч доз. И особенно рекомендую вакцинироваться людям пожилого возраста, у которых есть риск при заболевании гриппом, чтобы к этому гриппу присоединялись и другие опасные вирусы, которые могут достаточно тяжело и плохо повлиять на их состояние здоровья и привести даже к летальному исходу. Поэтому рекомендуем вакцинироваться. Детям рекомендуем вакцинироваться, потому что родителям важно, чтобы ребенок был в обществе. Родителю важно, чтобы ребенок был в детском саду. Почему? Потому что родителю важно быть на работе. А если ребенок будет болеть, тогда вся эта логика прерывается и начинаются определенные проблемы, стресс. А дополнительный стресс создаст проблемы здоровья и для родителей. Поэтому детей нужно вакцинировать обязательно, взрослым нужно вакцинироваться обязательно. И, конечно же, активным людям, которые ежедневно встречаются с людьми, соприкасаются с многими людьми, нужно вакцинироваться. Для чего? Для того, чтобы оставаться в экономическом кругу. Круговороте. Да, круговороте. Потому что прерывая экономический круговорот, это, во-первых, плохо влияет на благосостояние семьи. А медицина сейчас научилась и предпринимает меры именно для того, чтобы человек был в экономическом круговороте. Нам не нужен здоровый бедный человек. Нам нужны люди, которые могут себя самостоятельно содержать, могут следить за своим здоровьем и за здоровьем близких. Поэтому медицина всегда концентрируется на том, чтобы научить людей думать о том, чтобы они были здоровы как можно дольше и как можно больше. И как можно реже ходили к врачу. К врачу и как можно реже. Нет, как можно, скажем, по определенным графикам ходили к врачу, но как можно реже болели. Перед тем, как мы перейдем к врачу, нужно ходить для профилактики. Немножко провокации тоже. Совсем чуть-чуть. Если люди не вакцинировались от ковида, стоит ли это делать сейчас? Конечно. Вакцинация всегда уместна. Существует такой термин, как индивидуальный график вакцинации. И я даже больше скажу, что когда есть всплеск определенного заболевания, как раз одна из важных мер – это вакцинация именно в этом очаге заболевания. А вот тут, извините, но я встрянусь. Сейчас два производителя вакцины признали побочный эффект от этой вакцины. Вот я тоже хотела тоже спросить. Что с этим делать? Побочный эффект имеет и тот же парацетамол, о котором вы говорили. Причем очень-очень опасный. Для печени? Называется острая печеночная недостаточность. Но когда она развивается? Когда? Не знаю. При ослабленном иммунитете? Когда переусердствование с лекарством. Либо существует в определенных ситуациях индивидуальная непереносимость. Мы, когда говорим о побочных действиях, мы не должны говорить о побочных действиях как о чем-то плохом. Побочный эффект лекарства – это что-то нормальное. Просто существуют побочные эффекты, которые влияют или могут плохо повлиять на жизнь человека, то есть привести к смерти, либо к какому-то обострению, которое может привести к смерти. Вот тогда это опасная побочечка. И обычно такие лекарства, которые показывают такие побочные эффекты, их не выпускают и не разрешают их использовать. Дальше. Есть побочные эффекты, которые встречаются очень часто. То есть один случай из ста, даже один из десяти могут быть. То есть один человек из десяти дает это побочные действия. К примеру, есть одно лекарство, я не скажу. Но у меня на него есть побочные действия. У моей семьи ни у кого нет побочки на это лекарство. Я не могу его использовать, а другие 9 человек могут его использовать. Все зависит от индивидуальной переносимости. Да, но это не значит, что лекарство плохое. Так же и здесь. Мы просто из-за того, что был ковид, кто-то обижен на этот ковид, кто-то обижен на ситуацию вокруг ковида, кто-то не согласен с тем, что был, не был ковид. Ну, опять же, дискуссий очень много было на эту тему. И все пытаются мусолить этот вопрос и где-то искать вот этого чертика, чтобы немножко, опять же, поднять какие-то, ну, с моей точки зрения, никому не нужные вопросы. Ну, чтобы сказать, а я говорил, это всегда приятно. Да, вот мы можем прямо сейчас здесь какая-то коробочка с лекарством открыть и посмотреть. Побочные действия, побочные эффекты частые, редкие, очень редкие и очень-очень редкие. Везде они написаны. Я прошу прощения, у нас времени на самом деле очень ограничено. Вечная проблема. И всем рекомендую это делать. Но нам надо с вами еще про приложение поговорить. Нет, подожди, вечная проблема, я добью все-таки, потому что я отвешу вам маленький, но комплимент. С людьми, которые хорошо разбираются в теме, с которой приходят, вечно очень тяжело говорить в рамках утренней программы. Потому что время сжато. Потому что очень мало времени. А я понимаю, что мы спокойно можем два с половиной часа проговорить, потому что вопросов есть огромное количество. Слушайте, давайте я буду почаще к вам приходить. Я только за. Есть тема, о которой мы не можем поговорить. Это приложение, которое запущено, запускается. Давайте подробности об этом. Насколько я понимаю, теперь связаться с врачом будет гораздо проще. Да. Ну, одно из главных директив, которые поставил перед себя генеральный мэр, это было создавание инструментов для того, чтобы улучшить работу людей в разных сферах. Вот один из таких инструментов, это сама платформа по телемедицине, которая была уже доведена до ума. Генеральный мэр в этот понедельник объявил о том, что мы сейчас сделаем сначала внутреннюю презентацию данной платформы, потом мы сделаем публичную презентацию данной платформы. Мы объясним, как она будет работать в ближайшем будущем. И, конечно же, наши планы на будущее, как мы будем развивать и потихонечку улучшать ее инфраструктуру и улучшать ее покрытие этой платформы или этой платформой населения. Ну, не только Кишинева, потому что ты не можешь человеку из Страшен или из Бричан запретить зайти в интернет и задать вопрос. То есть это невозможно технически и, конечно же, это не является нашей главной целью. Это во-первых. Во-вторых, да, существуют определенные вопросы, по которым просто не нужно идти. Да, физически идти к кабинету врача. Есть в 60% случаях это решается через так называемые онлайн-сервисы. И вот как раз платформа по телемедицине является вот этим инструментом, который позволяет пациенту не идти по, давайте скажем так, по какому-то пустяку к врачу, хотя в медицине пустяков нету, но для пациентов это, знаете, такой пустяк считается, да, не идти к врачу, а для врача легче, используя уже такие инструменты, дать определенный или качественный фидбэк на запрос самого пациента. Элементарно получить направление на анализы и перенаправить к другому специалисту, когда... Или даже ту же справку 027, которую все просят, и ради которой, опять же, нужно записаться к врачу. Хотя в карточке пациента есть все данные, которые позволяют вот эту справку заполнить, и чтобы только пациент мог либо ее физически, либо, опять же, утвердить какой-то онлайн-формуляр, чтобы он его получил с QR-кодом и предоставил там, где это нужно или ожидается. Здорово. А когда планируется публичная презентация? Ну, сейчас у нас очень такой строгий график, да, определенных, просто кроме телемедицины, есть еще и другие задачи, которые мы должны выполнять. У нас сейчас после, к примеру, дождя есть определенные... Другие задачи, да? Да, нюансы, которые мы должны решать как можно быстрее. Но я думаю, что к октябрю месяцу мы уже сделаем публичную презентацию, и сможем... Люди смогут задать вопросы и понять, как это работает. Мы будем постепенно добавлять функции. Для чего? Потому что, чтобы люди не заблудились во всем этом функционале, и чтобы сначала это не казалось чем-то тяжелым. И таким образом мы просто можем навредить очень хорошей идеей. Мы вам хотим пожелать, чтобы наша система здравоохранения продолжала развиваться. Потому что, правда, есть определенная динамика наблюдаемая. Может быть, опять же, я со своей стороны человека, который к врачу приходит раз в год, наверное, и то если... Уже хорошо. Да, уже хорошо. Вот. Наверное, может быть, не совсем соглашусь, но, опять же, я уверен, что в результате беседы на 90% вы бы меня переубедили. Вот. Мы хотим сказать вам спасибо за визит. Большое спасибо за визит. Спасибо вам тоже за приглашение. Вам желаем успехов. Дай бог. И продолжаем наше утро. Давайте, вместо того, чтобы сейчас опять о чем-то рассказывать, мы сегодня уже не один раз упоминали такие вещи, как заземляться, да, или попытаться как-то остановить время. Или, наоборот, попытаться сделать что-то, чтобы эмоционально немножко добраться. А это иногда бывает очень важно. Вот поэтому... Вот поэтому. А осенью это особенно актуально, потому что начинается экономическая активность, творческая активность и все остальные виды активности. Вот эти несколько минут заземления нам важны, как воздух. А пока играет песня, это можно сделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ожидании суда за свои преступления Борис со своей двойной личностью Он не только встречает настоящую любовь Но и находит музыку, которая всегда была внутри него Премьера ленты состоялась 4 сентября На 81-м Венецианском кинофестивале В рамках основной программы Главное отличие от первой части состоит в том Что фильм из мрачного супергеройского нуара Превратился в мюзикл с элементами судебной драмы Действие картины разворачивается спустя 2 года После событий первой ленты В центре сюжета история знакомства Джокера и Харли Квинн Наполненная веселым хаосом, необузданными чувствами И сумасшедшим драйвом Как и предыдущую часть, «Безумие на двоих» срежиссировал Тодд Филлипс Второстепенные роли в фильме получили Брэндон Глисон, Кэтрин Киннер, Джейкоб Лофленд и Зази Битц Первая картина принесла исполнителю главной роли Хаакину Фениксу Главные кинонаграды «Оскара», «Золотой глобус» и премию гильдии киноактеров На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм был представлен в 11 номинациях Что является рекордом для картин, основанных на комиксах При этом Джокер также был номинирован и на антипремию «Золотая малина» Правда, это его никак не обесценило, так как речь шла о специальной категории Наихудшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности Еще одна киноновинка – семейная фэнтези «Василиса и хранители времени» Зрители окунутся в увлекательный магический мир, где переплетаются ключевые аспекты современности Интернет, социальные сети и волшебная русская сказка За некие провинности хранители времени из дальней вселенной отправляют на землю волшебника Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях Чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится Задача коварной Даши – завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость Главные роли в зрелищном фильме исполнили Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Маша Кошина и Агриппина Стеклова А в роли рассказчика выступил Леонид Ермольник Я уничтожу его Если часть Вашей реальности – это регулярная заправка Вашего автомобиля, то следующая информация точно для Вас Хотите сохранить катализатор – заправляйтесь на проверенную ХЗС, напоминают об этом эксперты Экономия в 2-3 лея и заправка на сомнительных станциях могут привести к разрушению катализатора, а его частицы даже попасть в двигатель Есть у меня ощущение того, что эту новость читал человек с автомобилями не связанный Да Объясню почему Давненько я в нашей стране не видел заправок, где разница в цене со всеми остальными составляет 2-3 лея Обычно это несколько банов Это первое Второе Например, на работу Вашего катализатора также очень сильно влияет то, в каком режиме Вы ездите Потому что, оказывается, для катализатора безумно важно время от времени, чтобы Вы на педальку нажимали Если Вы каждый день едете только в пробках, катализатор Вам скажет привет за 20-30 тысяч километров Мне добавить нечего, поскольку я не автомобилист, у меня есть права, но я не езжу за рулем Но нет обязанностей Да Вот так вот Да, в общем, замена топливного фильтра тоже, кстати, влияет на весь этот процесс Но давайте все-таки не об этом Прямо сейчас Лана Флор в нашем эфире опять что-нибудь интересное автомобильное расскажет Доброе-доброе утро, я Лана Флор И мы начнем эту неделю со вторника, не с понедельника, конечно, но с авто новостей за сентябрь 2024 года Ну что, давайте начнем Первыми в нашем списке пойдут внедорожники И первая представленная новинка этого сентября это Haval H5 Это мощный двигатель, турбодвигатель, это усиленная коробка передач, это усиленная улучшенная система мультимедийная и это полный привод, так что внедорожье вам покорится на этом автомобиле точно Следующий это Ford Everest Tremor 2025 года Мы бежим впереди паровоза И этот автомобиль на усиленной подвеске со специальными внедорожными шинами создан для внедорожных условий Поэтому, если вы такими интересуетесь, гляньте повнимательнее Переходим на седаны Chevrolet Cobalt 2024 года Выпущен с улучшенной шумоизоляцией, улучшенной мультимедийной системой При этом сохраняя свой невысокий расход топлива То есть эргономичная, экономичная, хорошо шумоизолированная машина Это тот самый Chevrolet Cobalt Так что присмотритесь и к нему Следующий сегмент это кроссоверы И первым в топе идет Mitsubishi Expander Cross 2024 года выпуска Здесь повышенный клиренс Здесь более комфортная мультимедийная система Здесь функции новой трансформации салона внутри И увеличенный багажник Плюс полный привод в эту модель теперь добавлен Легендарный Nissan Qashqai 2024 выпуска Теперь оснащен системой e-power, то есть гибридным двигателем Что делает его еще экономичнее Он стал 4х4, то есть полный привод Улучшенная управляемость И комфорт за рулем этого автомобиля вам обеспечен Насколько я знаю, совсем скоро он будет в Молдове Вы можете прийти и протестить его сами Iron Codro Dena Я не знаю, что это у автомобиля Вот смотрите, он на весь экран Давайте разбираться вместе Очень модный внешний вид Очень эргономичный салон И очень комфортная посадка для водителя Так обещает нам производитель С вами была Лана Флор Это были все новинки сентября, но практически основные Поэтому я желаю вам хорошего дня Мы увидимся с вами с новостями немножечко из будущего Пока-пока Ну и поскольку октябрь стартовал И стартовал он достаточно неожиданно Мы все-таки ждали, что сентябрь будет как-то понасыщеннее, подольше Но вот что на октябрь нам обещают Обещают октябрь быть благоприятным месяцем для некоторых знаков зодиаков Не для всех А-я-я-я-я-я Для кого? Для тебя в первую очередь Для тельцы могут ожидать значительных положительных изменений и в карьере, и в финансах Возможно неожиданные денежные поступления и даже успешные инвестиции Я так скажу, что уже третий раз я такое читаю за этот год, как-то кардинально ничего пока не изменилось. Личная жизнь у телецов также будет процветать, отношения станут крепче, а одиночки смогут встретить свою вторую половинку. Весы смогут воспользоваться улучшением здоровья и общим благополучием. Этот месяц идеально подходит для начала новых проектов и самосовершенствования. Что касается личной жизни, личных отношений, весов, они смогут наладить гармонию и взаимопонимание с близкими. Скорпионы будут особенно удачливы в вопросах образования и личностного роста. В любви скорпионы будут чувствовать себя уверенно и привлекательно. Хотелось бы, чтобы вся эта информация имела отношение абсолютно ко всем знакам зодиака. Не только к перечисленным, чтобы у всех все было нормально хотя бы. Я уже столько раз говорил на тему своего отношения к этим историям, что давайте лучше тем, кто в это верит, предоставим возможность послушать информацию и для каждого из знаков зодиака. Мало ли, вас в этом списке не было. Астрологический прогноз прямо сейчас. Овен. Вы успешно справитесь со множеством задач, причем некоторые из них сумеете делать одновременно. Будет напряженно, зато не заскучаете, а достигнутые результаты вас порадуют. Большинство овнов смогут настолько грамотно распоряжаться временем, что успеют все. Телец. Вашей работоспособности останется только позавидовать. Кроме того, вы сумеете сосредоточиться и не отвлекаться на мелочи, тогда как все вокруг станут суетиться и создавать нервозную обстановку. Для многих коллег вы станете примером. Близнецы. Любую ситуацию вы сумеете обернуть себе на пользу. Деловая смекалка и умение перестраиваться на ходу помогут вам в этом. Благоприятный день для начала сотрудничества с новыми партнерами. Рак. Вы успешно справитесь даже со сложными и непривычными задачами. Придется постараться, но результаты превзойдут ваши ожидания. Вы во всем разберетесь, преодолеете любые препятствия и выгодно зарекомендуете себя в глазах руководства. Лев. Самый подходящий момент для того, чтобы начать новое дело, о котором вы давно подумывали, но не решались приступить. Действуйте и будьте уверены в себе. У вас все получится. Дева. Вам пригодятся терпение и уверенность в себе. Вы сумеете приступить к делу, которое окажется очень перспективным и выведет вас на новый уровень. Только будьте готовы к тому, что играть придется в долгую. Весы. Удачный день, чтобы отправляться в командировку или в отпуск. Дорога не только окажется благоприятной, но и подарит новые впечатления. Если нет возможности поехать в дальнее путешествие, даже небольшая смена обстановки поднимет настроение. Скорпион. Подходящий день, чтобы вернуться к делам, которые вы когда-то отложили на потом. Сегодня вы сможете увидеть новые способы добиться желаемого. Вы учтете прежние ошибки и придумаете подходящий план действий. Стрелец. Упорство и настойчивость помогут вам достичь небывалых высот. Самое главное, не отступать перед возможными трудностями и не останавливаться на достигнутом. Не волнуйтесь, у вас достаточно сил, чтобы со всем справиться. Козерог. Не со всеми удастся найти общий язык с первой попытки, но любые разногласия получится преодолеть. Вам помогут корректность и дипломатичность. Все споры окажутся вполне конструктивными, так что не станут поводом для конфликтов и не испортят отношения. Водолей. Давние опасения, которые тяготили вас в последнее время, наконец исчезнут. Вы обнаружите, что причин для беспокойства нет. Жизнь сразу станет намного легче и приятнее. Поддержка окружающих окажется кстати. Рыбы. Вы сумеете решить давнюю профессиональную проблему и оставите конкурентов далеко позади. Тем самым вы получите шанс продвинуться по карьерной лестнице. Приложить усилия придется, но и обстоятельства тоже сложатся в вашу пользу. Бывают такие песни, в которых текст вообще непонятен. И это абсолютно странный набор слов. Обожаю песню. Сияй, сияй. Но тем не менее, когда этот артист приехал в Кишинев и выступал на Summerfest, кстати говоря, вся толпа пела эту песню. Они знали текст. Они знали слово сияй. И этого было более чем достаточно. Ну правильно, а что там по центру навалено, оно же вообще никого не интересует. С другой стороны, мы стали замечать, что цепляют очень часто не слова, а цепляют именно мотивы, какое-то определенное сочетание ноток. Люди же перестали обращать внимание на то, что текст песни должен подчеркивать музыку, усиливать эффект музыки. А музыка должна подчеркивать глубокие слова в этой песне. Как-то мы в последнее время отвыкли от этого. Давай меньше назидания, просто с людьми поделимся. Это не назидание, это констатация грустных явлений. Потому что становятся важными какие-то поверхностные настроения. Вот вспомни песню «Времен твоей молодости» Муслим Агамаев «Мелодия». Сколько там глубочайшего смысла, глубокого и очень важного. Вот о таких вещах надо не забывать. С другой стороны, ученые говорят, что все циклично, и, возможно, этот период сменится каким-то другим более глубоким периодом. А с другой стороны, иногда надо не думать о чем-то важном, а просто повеселиться. Да, вот этим все. Но иногда в этом, вот во всем важен баланс. Все, мы закончили. А теперь точно вот порцией музыки поделимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Undeva? Undeva? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В последнее время Доброе утро, Стелла, магистр психологии у нас сегодня в гостях В последнее время очень много таких моментов, когда люди начинают, я не знаю, в силу чего, в силу, наверное, того, что мы в хорошие времена живем, приписывать себе разные диагнозы Мы разбирались с шопоголизмом То есть все же говорят, я шопоголик, я хожу в магазин и трачу деньги Меня заставляют ходить в магазин делать покупки, я шопоголик Мы разбирались, что с точки зрения медицины шопоголик это человек, который неконтролируемо покупает И он не отдает себе отчет в том, что он уже купил себе какую-то вещь Это непреодолимое желание Такое же, как у алкоголика непреодолимое желание выпить Как у наркомана непреодолимое желание следующей дозы Давайте теперь про социофобию поговорим Первое, в чем разница между социофобом и социопатом? Социофобия это определенное психическое расстройство, которое предполагает, что человек, страдающий социофобией, избегает любых социальных контактов Он старается их избежать и он испытывает сильный страх от социального взаимодействия То есть, условно говоря, даже поговорить с каким-то посторонним человеком для социофоба это проблема Это большая проблема То, как человек себя ощущает, очень сильно влияет на качество его жизни Социофоб имеет, скажем так, не очень хорошее качество жизни В силу того, что он, как можно при любом, при любом возможном случае, он старается изолировать себя добровольно от общества То есть, само собой, что у этого человека, если мы говорим про социофобов, будут проблемы с работой Да Потому что для него это огромная психологическая проблема Поехать найти себе работу У него проблемы с тем, чтобы сходить в магазин, потому что там тоже приходится контактировать с незнакомыми ему людьми Все правильно? Конечно Социопат Фобия, ну, словом фобия описывается как тот или иной страх Поэтому, если мы говорим про социофобию, социопат, он не испытывает страх А что он испытывает? Ну, социопат, наверное, можно будет сказать про него, что он испытывает отрицание этого общества, с которым он контактирует Но не страх, точно не страх Агрессию То есть любые формы поведения, когда используется социум для получения тех целей и желаний, которые есть у социопата Социофоб, он боится этого общества Так, давайте, пожалуйста, чуть-чуть еще раз жуем термин социопат, потому что для меня, например, не до конца понятно Социопаты нормально работают? Контакты новые нормально заводят? Могут, но что такое нормально? Так, что такое нормально? Давайте разбираться, вы тут у нас психолог Мне кажется, что социопат это человек, который нормально себя в обществе чувствует, но при этом постоянно какие-то элементы агрессии в этом присутствуют Агрессия с его стороны или в его сторону? Социопат, скажем таким мягким словом, не любит тот социум, в котором ему приходится взаимодействовать Он раздражается на всех постоянно То есть этот человек, который считает, что, поправьте меня, если я не прав, что все вокруг идиоты? Ну, возможно, он может говорить, что все раздражают, всех ненавидят Что все вокруг пытаются причинить ему вред? Скорее он будет это делать Конечно, потому что он использует тот социум, который его окружает, для того, чтобы он не придерживается норм поведения, которые приняты в том или ином социуме Я не могу понять, я и не социофоб, и не социофоб А, мы вас разбираем? Может быть, что-то другое присутствует в вашей личности? Я просто понимаю, что время от времени я пытаюсь избегать людей Так, подождите, вот такой вот момент Любой человек, особенно тот, который работает с большим количеством людей, время от времени от этих людей устает То есть это нормально? Это нормальная здоровая реакция на постоянное общение Это нормально время от времени хотеть никого не видеть, отдохнуть и никого не слышать А что я тогда себе диагнозы приписываю? Я не знаю, вы с этого начали А с другой стороны, есть еще люди-интроверты Это доступ в интернет, понимаешь? Вот, поэтому мы говорили много гуглить тоже вредно Есть люди-интроверты Вот где заканчивается вот состояние интроверта И начинается социофобия То есть где вот эта граница? Интроверт это проявление личности То есть его, ну скажем так, характер Когда ему комфортно наедине с собой Когда он имеет небольшое количество социальных связей А экстраверт тоже комфортно с собой Вообще любому человеку должно быть комфортно проводить время наедине с собой Но если он психологически взрослый, то ему нравится проводить время наедине с собой И он не страдает от того, что он вдруг наедине с собой оказался Экстраверты, если мы будем говорить о не настолько психологически взрослой личности Он будет страдать от одиночества Ему наоборот, нужны массы, чтобы он мог взаимодействовать с ними Передавать весь тот бурный темперамент или те знания, которыми он хочет поделиться Интроверт это не социофоб Интроверт, как я уже сказала, это проявление, так же как и застенчивый человек Это проявление какой-то черты характера Социофоб это расстройство, потому что это влияет на качество его жизни Интроверт, он может выбрать, как ему взаимодействовать Насколько тесно и устанавливать связи, в каком количестве Социофоб, он только думает о том, что ему предстоит контактировать И его это парализует Он постоянно озабочен тем, что о нем думают люди Он постоянно озабочен тем, что они скажут и как я буду выглядеть в их глазах Интроверту такое Любой человек может думать о том, что мне скажут люди Но не настолько, чтобы это человека останавливало и мешало ему в работе В походе в магазин, в любых действиях, которые он совершает Я сейчас скажу сакраментальную фразу Расходимся, тут все понятно Я таких людей не знаю Каких именно? Социофобы Потому что они, собственно, на улицу особо не выходят Они прячутся куда-то Потому что это расстройство психики Все-таки хочется думать, что несмотря на то, что здоровых людей стопроцентно нет Но все-таки большинство людей находится в нормальности определенной И поэтому социофобы Ну у него же не написано на лбу Я социофоб Он может проявляться как застенчивый Но мы говорим о том, что чувствует этот человек Есть определенные методики, которые определяют степень, что происходит с человеком Это расстройство или все-таки человек не знает как Или не может справиться с той или иной трудностью Это уже профессионалы в этом помогают человеку определиться И здесь важно с этим что-то делать Не оставаться в своей социофобии и закрываться от всего мира В общем, мораль примерно такая Что так же, как с шапоголизмом Мы некоторые проявления тяги к покупкам возводили в абсолют То есть здесь то же самое Люди, которые устали от общения Люди, которые просто время от времени могут избегать общения Но в каком плане? То есть это люди, для которых не проблема сходить в магазин С кем-то позвонить, поговорить Но устали, может быть Или стеснительные Это ситуативные какие-то проявления То есть это не вся жизнь состоит из этого Ребята, это все не социофобы То же самое, что не все абьюзеры Не надо себе приписывать вот этих вот каких-то распространенных терминов Все нормально Не социофобы, не абьюзеры Потому что сейчас тоже модно раскидываться всякими определениями Не харассеры Вот Но сейчас просто действительно изобилие информации приводит к тому, что простые какие-то человеческие проявления Например, как застенчивость, которую можно назвать Все, ты социофоб Или ты в магазин на два раза больше сходил Все, ты шапоголик Или абьюзер Ты сделал замечание Ты абьюзер Ты абьюзер Да То есть это подмена, которая в тот момент, когда люди испытывают вот эти вот другие названия Она выгодна для чего-то, чтобы посильнее обратить внимание, что ты абьюзер Вот задумайся на своем поведении Вот у меня жена этим поводом пользуется Я делаю какое-то маломальски мягкое замечание Извините, не про социофобию Маломальски какое-то мягкое замечание Ты постоянно чем-то недоволен Тебе постоянно что-то раз в неделю И начинаешь Ну, стоит прислушиваться и обсуждать, насколько это так Может быть, знаете, тут вдруг показалось, что всего раз в неделю А все остальные семь раз не заметил В общем, не раскидывайтесь определениями налево и направо Все хорошо Приходите к психотерапевту Приходите, он вам все расскажет Это точно Благодарим вас за визит Спасибо вам большое Продолжаем наш На этом будем с вами прощаться и желать вам прекраснейшего вторника Хорошей недели и хорошего вам октября До встречи завтра До встречи, пока Данный материал содержит элементы рекламы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова